Приветствую вас! Я думаю, что ваш вопрос можно разбить на две такие составные части. Первая часть, которая будет состоять из, собственно, вашего вопроса, да, корректно ли вы поступите, если, значит, родите ребенка от любовника. В этом смысле, в этом смысле, я не думаю, что кто-то из нас, из психологов, вправе давать вам какой-то совет, потому что, ну, советовок вообще нельзя, начнем с этого, да. А я предлагаю вам подумать о том, чего вы хотите. То есть, если это ребенок, например, если вы ребенка хотите, то зачем он вам, ребенок? Для чего вам, ребенок? То есть, у ребенка будет отец, да? Отец вот такой, как ваш мышин. Вы хотите, чтобы у вашего ребенка был такой отец, как вот ваш мышин? Если хотите, то никаких проблем лично я не вижу. То есть, хотите, если хотите, ну, пожалуйста. Ну, на какую жизнь, на какую жизнь, Анна, вы обрекаете, собственно говоря, ребенку? Второе, второе. Я бы не сказал, что, что ребенка можно рожать для себя. Мне не кажется, это правильно. Потому что, ребенок, это все-таки человек. Это отдельный человек, это отдельная личность. Ребенок. И он достойный уважения. Ребенок. Ребенок достойный уважения. Поэтому, я считаю, я считаю, что... Рожать ребенка нужно только ради него. А если мы рожаем ребенка только ради него, то, ну, наверное, наверное, не совсем корректно будет рожать его от того мужчины, с которым он никогда не будет вместе. С которым он никогда не будет, ну, жить вместе. Вот. Ребенку потом, потом, это значит, что... Ваш мужчина, это не биологический его отец, а отец... Очень биологический отец. Биологического отца нет. Вот. Судя по тому, что вы, допустим, пишете по поводу вашего мужчины, это не очень ответственный человек. Да, то есть это человек, который, ну, не очень ответственно подходит к своей жизни, да, это человек, который, в общем-то, как вы говорите, не хочет, не хочет драться от пить пива, там, и так далее. Вот. И... Достоин ли такой мужчина быть отцом вашему ребенку? Вот. Ну, это... Это вопрос. Это вопрос к вам. Если вы с полной уверенностью для себя скажете, что да, что я считаю, что ребенка, там, ну, нужно рожать для себя, можно рожать для себя, если вот у меня такая позиция, и если менять эту позицию вы не готовы, то тогда, наверное, да, тогда, наверное, тогда, наверное, можно это делать. Ну, а в остальном случае, в остальных случаях я боюсь, что нет, и то, в том случае, если вы действительно это сделаете, если вы действительно, вот, готовы это сделать, то мне кажется, что, ну, даже в этом случае, вам нужно понимать всю ответственность, и понимать, что ребенок, скорее всего, будет несчастлив. Это вызывает вопросы к вам по поводу того, насколько вы, ну, сознательно поступаете, да, насколько вы вообще относитесь к ребенку хорошо своему, да. Вот, то есть у меня есть только ощущение, что ребенка вы хотите родить для себя, а это некорректно, потому что ребенку будет у нас и совместно. Вот, я думаю, что если бы вы сказали, что вот так и так, к примеру, я хочу ребенка, да, чувствую, что я готова его, значит, родить, ну, чувствую, что готова стать мамой, хочу быть мамой, вот. Вот, ну, так выяснилось, что у меня нет мужчины, или так выяснилось, что вот в силу исключительных обстоятельств мой мужчина, с которым я жила, да, там, начал вести какой-то не очень хороший образ жизни, вот. Вот, вот в этом случае, да, я думаю, что можно было бы, можно было бы родить от любовника, хотя, опять же, даже в этом случае, наверное, я бы сказал, что он, может быть, сперва все-таки мужчина стоит встретить достойного, и уже потом, после этого, рожать ребенка, иначе, опять же, зачем, да, иначе зачем, ничего, зачем ребенок, ребенок, как бы, вот, это, ну, это вопрос, это вопрос, понимаете, это вопрос чисто вашего отношения к ребенку, вот. Я, с точки зрения психологии служу, и я понимаю, что от такого рождения, от такого появления на свет ребенок ничего не выиграет, для меня это является, как бы, ключевым, ключевым фактором, вот. Значит, ну, потому что я понимаю, что потом такой ребенок, скорее всего, придет к психологу, или будет испытывать, испытывать проблемы. Вот. Что касается вашего мужа, то здесь, опять же, полностью поддерживаю своего коллегу, Игоря Летучего, который говорит, что жить с мужчиной, который не хочет ничего менять, да, который не хочет ничего делать, который не хочет, собственно говоря, даже детей, вот, ну, как минимум, опасно, опять же, для ребенка, да. Вот. И потому снова возникает к вам вопрос, ну, вот вы родите ребенка, что будет дальше, как ваш муж будет себя вести с этим ребенком? Будет ли он хорошим отцом? Мне кажется, что нет, потому что он уже сейчас ведет себя безответственно. Вы спрашиваете, корректно ли я поступлю, если разживу от любовника в корректность? С какой позиции? Корректно? С какой точки зрения? С точки зрения чего? Корректно. Ну, опять же, вот, как-то вот для себя этот момент выделите, пожалуйста, потому что вы хотите ничего. Вот. То есть, в таких серьезных вопросах, в вопросах люди, как правило, делятся на две категории. Первая категория – это те, которые, которые уже, ну, уже приняли, приняли, приняли какое-то решение, приняли какую-то позицию для себя. Вот. У которых есть уже какая-то, ну, какая-то модель. Это первая. Это, это, это первый, первый тип людей. Вот. И второй тип людей – это те, которые не уверены в себе, и в данном случае им нужно работать именно с неуверенным в себе. Поэтому, в целом, мне кажется, то, что вы делаете – это такой отчаянный какой-то шаг, отчаянное какое-то действие. Вот. Если вы боитесь ЭКО, ну, это, опять же, ЭКО, ЭКО, по-моему, вы это сказали. Сейчас секунду посмотрю. Посмотрю, чего вы боитесь. А, да. ЭКО. Вот. Если вы боитесь ЭКО с этим, тоже можно поработать. Но, в целом, я не очень понимаю, зачем вам ребёнок в вашей текущей семье с таким мужчиной. Такое впечатление, что вы цепляетесь за семью, и ради неё вот готовы вообще, вообще сделать просто абсолютно всё, даже с ценой принесения в жертву ребёнка. Таким образом, нам нужно именно значение семьи для вас всё-таки снизить, на мой взгляд. Вот. Тогда, эээ, ситуация будет, эээ, на мой взгляд, на мой взгляд, по моему мнению, эээ, ситуация будет несколько лучше, потому что вы сможете, эээ, ну, по крайней мере, вы сможете, ээээ, несколько, ээээ, несколько лучшим образом, ээээ, реализовывать свою позицию, свою позицию по данному вопросу. То есть, сперва освободитесь от своих страхов, которые у вас есть, сперва освободитесь от своих, ээээ, от сверх мотивации, которые у вас имеются, ну, вот. Определите для себя зачем вам ребёнок, какой у вас будущее с вашим мужем, и уже после этого, я полагаю, вы можете, ээээ, действительно, эээ, принимать решение относительно того, ээээ, от кого вам рожать и так, что является, в общем-то, вашим правом. Понимаете, это ваше право, рожать от кого-то или нет, вопрос заключается вот в тех, в тех моментах, которые я озвучил, вот. На этом всё. Ээээ, я надеюсь, что помог вам. Ээээ, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, потому что, эээ, ну, потому что, ээээ, тема, она достаточно, ээээ, серьезная, тема, она достаточно сложная, и, в таком коротком вопросе, и, ээээ, в таком, ээээ, ответе на, на, на него, невозможно раскрыть все нюансы. Потому что, видите, нужно много вам, ээээ, дополнительных, ээээ, вопросов, ээээ, задать, вот, чтобы, опять же, иметь, ээээ, полное представление о происходящем. Так что, здесь, опять же, если вы хотите действительно во всем разобраться, то возьмите консультацию у психолога, поговорите, во всем разберётесь, примите решение, а, может быть, ээээ, пройдёте психотерапию, и будете лучше ориентироваться по жизни. Ээээ, я желаю вам всего самого доброго, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, ээээ, удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok